Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях артист Могилёвского драматического театра Максим Чернюк. Максим, привет! Привет! Максим успешно сыграл главную роль Германа в «Пиковой даме», Глумова в «Бешеных деньгах», Дексова «Я беру этого парня» и многое другое. Спасибо! Но нам известно, что первым спектаклем, в котором Максим получил роль, была «Красная шапочка», в котором он успешно сыграл ёлку. Спасибо, Настя! Максим, как ты думаешь, нужно ли иметь актёрское образование для того, чтобы сыграть дерево, либо табуретку? И в целом, нужно ли актёру иметь специальное образование или этим навыкам можно обучиться самому? Слушай, наверное, лет пару назад точно я бы сказал, что нет, что актёрское образование не нужно, потому что каждый из нас актёр в душе, и поэтому можно прийти на сцену, посмотреть, как работают другие актёры, и впрыгнуть, и всё получится. Но сейчас я понимаю, что всё-таки нужна, как говорится, база основная, которую дают уже непосредственно в заведениях, потому что как бы мы ни крутили эту всю ситуацию, мы как бы понимаем, что мы все актёры в жизни. Особенно, мне кажется, самая известная ситуация у нас в жизни – это была, когда нас родители, возможно, может, у тебя не было, когда родители поймали тебя, допустим, с пачкой сигарет. Ты пришла со школы, и ты заходишь домой, и, конечно, вопрос, откуда? И ты начинаешь включать просто свои актёрские азы на максимум. Ты говоришь, что, ну, это, во-первых, мой одноклассник положил мне, либо я там шёл по дороге, нашёл эту пачку, да, я нашёл пачку, чтобы дать сейчас отцу, и я вообще тут ни при чём. Ну, и мы как бы понимаем, вот это тоже актёрская игра, но и актёрская игра, которая на сцене, это же абсолютно разные вещи, потому что, ну, тут мы схитрили, а тут как бы уже ты что-то подкладываешь своё на сцене. Плюс у каждого актёра и у режиссёра есть свой язык профессиональный, то есть когда ты выходишь на сцену, тебе говорят, допустим, «Максим, отойди, ты сейчас ближе к карману». Ты типа, «Куда?» Люди говорят, «Осторожно, голову сейчас опускается, супер!» И ты, «Что?» Ну, то есть ты вообще не понимаешь, если ты не будешь в этом вариться, то, в принципе, ты не особо поймёшь. Как проходит кастинг при приёме на работу в драматический театр? Какие задания выполняют актёры? И помнишь ли ты, как ты пришёл впервые в театр? Настя, эксклюзив тебе! Дорогие зрители, которые знают меня и прочее, я хочу сказать вам, кастинга лично я не проходил. Меня в театр взяли по блату. То есть я зарекомендовал себя в процессе обучения. На тот момент в театре была не то что пара, но курочка-курок. Ты приходишь туда группой, и вам показывали театр изнутри, вы разговаривали о том, что он из себя представляет, какие актёры, какие спектакли вы смотрите, вы писали какие-то сочинения, мы писали. И потом нам выдавали такие как фейковые дипломы, допустим, что мы окончили вот эту практическую часть. И я там понравился людям. И вот когда наступил этот момент отбора, уже когда после четвёртого курса каждый актёр ходит, студент-актёр ходит на всякие те прослушивания, куда там берут разные театры, и меня взяли в Пинск. То есть я сюда даже, ну, получилось так, что я не могу здесь оказаться. То есть я уже прям настроен был поехать в Пинск, в этот дальний город. Но так вышло, что вот люди, которые работали в театре, они подошли к директору и сказали, что нет, нам надо брать этого мальчика, и пускай он у нас работает. Поэтому кастинги не проходил, я не знаю. Я только знаю понаслышке, что там происходит. На самом деле, то есть как бы там собирается хоть совет. Собирается кто-то из админчасти театра и, наверное, любопытные актёры, то есть они тоже сидят в зале. И вот ты приходишь на трясущихся ногах перед всей этой коллегией и начинаешь рассказывать там, наверное, стихотворение не попросит тебя, возможно, попросят танцевать танец. Музыку могут не включить, то есть они могут вот так вот отстукивать тебе, и ты будешь что-то там делать. Поэтому спеть акапельно, скорее всего, потому что, ну, либо ты телефон возьмёшь, у тебя там будет минус песни. И если я не ошибаюсь, наверное, там есть какой-то рассказ о себе. То есть о нём нужно посмотреть, как ты умеешь незаученный текст рассказывать, то есть когда ты уже прямо в процессе что-то им говоришь. И после этого они тебя отслушивают и говорят тебе прямо на месте, да-да или нет-нет. То есть там нет такого, знаешь, как в модельном агентстве. Вы такая красивая, мы новая на Уми Кэмпбелл, мы обязательно вам позвоним. Нет, у нас, я знаю, что очень жёстко говорят, типа, нет, идите, спасибо, следующее, всё. То есть там очень серьёзно. То есть кроме актёрского мастерства нужно ещё уметь и петь, и танцевать. Это обязательно условие. К сожалению. К сожалению. Да, ну есть, конечно, актёры, лично я, например, я не очень танцующий. И то есть когда уже идут там какие-то проекты, и мы видим, что там будет много танцев, либо ты подходишь к режиссёру и хорёкову, говоришь, что мне нужны дополнительные часы, чтобы это всё как-то размять в моё деревянное тело, вот это, либо вы меня вообще убираете из этого проекта, и я не работаю. Ты пришёл в театр по рекомендациям, но почему-то первыми ролями были, как нам уже известно, ёлка, табуретка, то есть это роли в массовке. С чем это связано? Почему? Это всегда так связано, потому что ты приходишь в театр, и, безусловно, ты приходишь звездой, на самом деле. То есть ты уже думаешь, у тебя есть диплом, и ты понимаешь, что, наверное, сейчас мне дадут, не знаю, там, Ромео как минимум, либо там сыграть в «Чайке». Ну, то есть как бы всё, ты прям полностью готов брать на себя серьёзные роли. Но по факту ты выходишь на сцену, у тебя вылазят все твои зажимы абсолютно. У тебя пропадает голос, ты двигаешься вот так вот по сцене. Ну, то есть это всё очень плохо. И когда предлагают вот эти вот ёлку, допустим, мне предлагали играть, там, «Ведро» я играл, оно как бы, понимаешь, ты отвечаешь мозг и начинаешь раскопощаться. Ты понимаешь уже пространство сцены, ты начинаешь работать с голосом, ты знаешь, как заполнять уже все три этажа зрителей, чтобы тебя слышали, потому что микрофона уже там нет. Поэтому это очень супер. И когда сейчас я вижу, как, допустим, молодых актёров сразу толкают на какие-то большие роли, я понимаю, что их это испортит больше, потому что они, ну, не поймут вот эту, как бы, знаешь, маленьких шагов, когда ты уже как бы раскладываешься, ты понимаешь, что всё, вот я теперь понял, я теперь понимаю, как, куда и что. А когда тебя сразу толкают, вот это, знаешь, в огонь, и ты уже как бы быстро сгоришь, и ты, мне кажется, никакого мастерства не получишь. То есть нужен опыт в любом случае? Абсолютно. Сложно ли учить текст? И что делать, если во время спектакля ты его забыл прямо на сцене? Текст учить легко, потому что актёры учат текст ногами, как говорят. То есть мы выходим, то есть мы разводим какую-то сцену, и мы уже, знаешь, уже под корку мозг, уже куда-то там это всё откладывается, то есть ты уже даже не думаешь о том, что вот так, вот здесь я это говорю, вот это здесь, я тут говорю, то есть у тебя уже абсолютно, ну, как-то, не знаю, как будто тело твоё двигает, то есть ты выходишь, прямо сейчас, если, допустим, меня выпустить на сцену, и сказать, вот этот спектакль играем, то есть у меня не будет такого, знаешь, типа так, а что я там говорю? То есть нет, оно как бы выстроится в голове, вся эта партитура всего спектакля, то есть я буду знать, куда там идти и что говорить. Бывало такое, что текст забывается, и это, конечно, ад. В том плане, что когда ты, допустим, текст, если он в прозе, то, в принципе, ты можешь выкрутиться, импровизацию включить, и ты же понимаешь, про что в этом говорили, допустим. Но у меня был случай во время спектакля «Тартюф». Это был третий, наверное, спектакль премьерный. Казалось бы, уже, в принципе, я мог знать, куда и что говорить. И я выхожу на свою сцену, и я понимаю, что все. У меня белый лист, я вообще не знаю, что я делаю. Ну, то есть, как бы, я стою, я смотрю на партнера, и все. Ну, и зрители же... Я понимаю, что каждые секунды паузы это растет, и это все начинает просто разваливаться. И я думаю, господи, что мне делать? Помогите! А плюс это же еще «Тартюф», он в стихах. И, то есть, как бы, ну, ты не можешь придумать что-то прямо здесь. Я не Эминем, простите, да, придумать. И поэтому, как бы, и ты понимаешь, что нужно что-то сказать такое, чтобы твой партнер зацепился. У него же тоже в стихахе, то есть, как бы, там должна быть рифма. А партнеры не заучивают во время репетиций текст своих коллег? Ну, иногда ты, как бы, машинально можешь заучить, но не можешь сказать за него. Ну, то есть, как бы, это будет как-то нелогично, когда ты это скажешь. Поэтому мне сказали очень классный лайфхак, как из этого избежать. Если вдруг ты понимаешь, что ты прямо тормозишь, у тебя текст вылетел напрочь, нужно что-то сделать физическое, очень не принадлежащее тебе в этой роли. То есть, например, мой партнер по сцене Чеслов, он говорит, я в этот момент бью. Благо, что он не забывал со мной свой текст. Бьет кого? Партнера либо в стену. Я думаю, благо, что мы с ним работаем, и он всегда помнил текст. Мало ли, без убога было. А я, получается, в тот момент, я просто схватил его за руки, своего партнера, и я стал кричать просто так. И потом все, знаешь, вот этот крик, и он как бы, флешка отформатировалась, и все, и все пошло нормально. Хорошо. Как вжиться в роль, как в нее войти, и, соответственно, как выйти из этой роли? Насколько актер проникается эмоционально, и были такие роли, которые прям выбили тебя из колеи, из душевного равновесия, и прям настолько, потому что в нее вжился. Слава богу, этого не было, потому что я, если честно, боюсь этих вещей, потому что я знаю, что многие говорят, что когда они, допустим, играли больного сумасшедшего, то есть они потом ложились в больницу на самом деле, что вылечили там нервы и прочее. Я думаю, бог меня миловал в этом плане, что мне не доводилось играть вот такие роли. То есть, как бы, играя в ведро, ну, ты потом не думаешь, что ты ведро, понимаешь? Ты отыграл, ушел, и там все закончилось. А тут, когда ты понимаешь, допустим, у тебя большая роль, и там реально нужно плакать, либо там какие-то эмоции проявлять, либо ты там играешь в смерть кого-то своего близкого, это же тоже, ты же не будешь там кривляться. То есть ты понимаешь, что нужно какие-то эмоции что-то подложить, и это надо, чтобы это подложить, нужно это откуда-то вытащить. Это все очень сложно. И как бы пока за 9 лет у меня прям таких сложных спектаклей не было. Как входят актеры? Мне кажется, очень легко, потому что когда у тебя есть репетиции, ты, в принципе, уже как бы машинально понимаешь, куда двигаться. То есть ты уже даже идешь на такую хитрость, ты понимаешь, что вот в этой сцене можешь как бы плясануть эмоцию, и то есть как бы это попадет в зрителя, и он там что-то почувствует. А вот здесь есть такие моменты, сцены, которые, в принципе, ну не то, что в полноги, но как бы можно спокойно отыграть, потому что, допустим, если у тебя спектакль 3 часа идет, ну то есть 3 часа играть на абсолютной амплитуде своего таланта, ты не сделаешь, потому что ты устанешь. И поэтому уже во время репетиции, знаешь, как бы ты уже так в точке своей расставляешь, ты понимаешь, вот здесь вот я плачу, вот здесь я ничего не делаю, вот здесь я типа как бы подвожу зрителя к какому-то своему сейчас просто гениальному взмаху актерского мастерства. Поэтому в этом плане очень легко. Как выйти? Ну, если ты не входил туда, то в принципе выйти тоже не тяжело. Ты стоишь на одном месте, но бывает, знаешь, такой момент, что иногда заигрываешься. То есть как будто, я потом понимаю, что в жизни как будто это уже не ты. То есть как будто ты вот как бы что-то там наиграл, особенно если там играешь какого-то альфа-самца либо там какого-то романтика, и ты уже как будто перетягиваешь это в свою жизнь, и ты уже даже общаешься с друзьями в таком плане, какими-то фразами из спектакля. Не все это понимают, особенно когда я приезжаю домой к родителям. И когда я что-нибудь могу им ляпнуть такое, то есть они такие, что, о чем он? И я понимаю, а, все, мне нужно как бы сейчас вот этот вот багаж знаний своих убрать и быть Максимом Черняком, а не каким-то персонажем своим. Профессия актера. Есть ли какие-то возрастные ограничения, и не наступит ли тот момент, когда после спектакля тебе скажут, Максим, спасибо за хорошую игру, до свидания. То есть с какого возраста можно в эту профессию вступить, и в каком возрасте уже человеку там делать нечего? Насколько я знаю, поступать в самый большой возраст, который, ну, самый крайний, у девочек 21, а у мальчиков 23. Мне повезло, я поступал в 22, ну, то есть я буквально последний поездил. По плану того, когда ты работаешь, безусловно, я думаю, что ты должен понимать сам. Когда тебе, допустим, уже за 40, а ты играешь, не знаю, там, Принцев, либо то же самое Ромео Джулетти, ты, которым по пьесе, сколько им там, 14-15, а ты в 40 лет пытаешься сделать, что ты подросток, и для тебя вообще вот эти чувства впервые, ну, простите, никакой грим, во-первых, не скроет лицо, вроде бы нечестно, но все-таки ты уже стареешь. Поэтому нужно понимать, что какие-то роли прям вот для основного возраста, допустим, там, 25+, а какие-то есть уже, когда тебе за 40, там тоже есть что играть. Поэтому в этом плане мне нету даже страха, что, знаешь, какой-то момент я приду, и мне скажут, ну, смотрите, ведро вы уже не можете, потому что спина у вас болит, ёлку вы тоже, как бы уже там лицо у вас не катит, поэтому до свидания. Вот идите в отдел кадров, напишите заявление, мы с вами простимся. Ну, такого, я думаю, не будет, думаю, что-нибудь найдём сыграть. Как в обычной жизни ты используешь актёрские навыки? Приходилось ли как-то идти на какие-то хитрости и манипуляции с людьми? Что-то вы намекаете, Анастасия. Приходилось, наверное. Ну, не в том плане, что, знаешь, я прихожу на свидание и говорю, дорогая моя, я почти без пяти минут оскароносный актёр, как бы поехали ко мне, зачем нам тут сидеть? Либо заплатить за меня, То есть нет, такого нет. Единственное, что, наверное, я притянул свою жизнь, это иногда, когда мне какие-то волнительные вещи возникают, то есть мне нужно куда-то идти, там, не знаю, в поликлинику то же самое, либо заполнить какое-то заявление куда-то. Я понимаю, что это очень тяжело, и мне как-то немного даже страшно, вот это всё, меня всё напрягает, и у меня какие-то зажимы, то я себе говорю так, представь, что ты это играешь, то есть как бы, что это на сцене, либо ты снимаешься в кино, это сериал, всё, расслабься. И вот это вот бесстрашие приходит, и ты уже абсолютно спокойно это делаешь, ты понимаешь, что, ну, окей, если будет какая-то сейчас ошибка, заминка, переснимем дубль, знаешь, что-нибудь такое в голове своей, как бы, пускаешь такой импульс, и всё, это прям освобождает тебя, поэтому вот эта профессия, мне кажется, дарит, в чём её плюс, оно дарит бесстрашие, то есть как бы, ты перестаёшь иногда. Ложное такое, бесстрашие. Понятное дело, что я не пойду на пятый этаж, спрыгну сейчас на батуте назад, ничего нет, ты понимаешь, что просто уходят какие-то такие комплексы, которые, как бы, общество тебе навязывает, что вот это вот, надо себя вот так вести, наверное, либо там держаться, то есть ты говоришь себе, что я могу сейчас делать всё, что угодно, и всё будет хорошо, и ты как бы освобождаешь себя, и поэтому страхов нет. Максим, давай эксклюзив, скажи о самых казусных и постыдных ситуациях, которые случались с тобой на сцене. Зачем ты это делаешь? Ну ладно, окей, позориться так позориться, как говорится. В общем, есть спектакль Тортьюфи, возможно, вы его видели, и у меня там очень уникальный костюм, на мне, наверное, ну, очень микросклопические шорты, то есть они прям, они завышены талией, и они, ну, не знаю, там прикрывают, чуть-чуть бёдра прикрывают, и так же случилось, что костюмы шьются зачастую, вот, ты пришёл в день премьеры, там, или когда на тебе их померили, то есть её остаются, и они думают, наверное, костюмеры и швеи, что ты не толстеешь, ты не меняешься за жизнь, как будто ты должен всю жизнь вот быть в одном этом размере, но мы понимаем, что так не происходит, и в один момент я внутри себя понимаю, что дома, когда ты надеваешь даже пижаму, знаешь, уже как-то поджимают, что ли, и ты думаешь, так, а скоро тортюх играть, а там, ну, штаны, эти шорты, они не тянутся, то есть они прям с такого материала, который там, ну, либо да, либо нет, всё, в других вариантах не дано. Этот момент прям откладываю, знаешь, хотя я понимаю, что утром я могу померить, и как бы, если что, пойти к швеям, сказать девочке, давайте мы там, может, сзади хотя бы, нормально вообще-то, ну, может, я постирал эти пижамные штаны, они просто, ну, нет, всё нормально, я влезу. Я приезжаю вечером уже перед самим спектаклем, я надеваю эти шорты, а там вот столько не сходится. Ну, то есть всё, то есть я понимаю, что я не, ну, ты ничего не сделаешь, швей уже нету, в театре они ушли. Я стою перед зерклом, там ещё такой костюм, ладно, если бы там рубашка можно было спрятать, ну, я бы натянул там, ну, не закрылась бы тут ширинка, уже так бы отработал, а там получатся они открыты полностью, то есть плюс ещё в эти шорты нужно вставить рубашку, колготки и бельё, то есть как бы и застегнуть. Я понимаю, что я даже без этого не могу это сделать. Я думаю, так, спектакль отменять никто не будет, понятное дело. Выйти в одних колготках отработать, тоже как бы сюр какой-то. И я иду к костюмерам, говорю, девочки, давайте найдём хоть что-нибудь похожее. Они говорят, ну, мы не можем этого сделать. Я говорю, в смысле, в чём мне выходить? И они начинают, ну, наверное, надо было, Максим, тебе сходить в зал, если ты чувствуешь, что ты поправился. Надо было сообщить нам, чтобы вот это случилось. Я думаю, девочки, мне без этого сейчас плохо. Можно просто дать мне обычные штаны? И вот они мне дали какие-то другого спектакля, я отыграл. Ну, а потом пришлось реально идти в спортзал и менять еду дома. И как бы опять, чтобы ползтиру. Возвращаться в шорты. Да. И самое обидное, что этот спектакль иногда он как бы не всегда играется, то есть какое-то есть проклятие на нём. То есть он бывает, играется раз в полгода либо каждый месяц. И ты худеешь, и потом перед спектаклем этот меняют. Ты думаешь, ай, пойдём, поем. Только идёшь, ешь, только поедешь. Я тебе говорю, сегодня играем в спортзал. Что же ты будешь делать? Поэтому в этом плане, конечно же, вот это прям большой мой такой позор. Ну, позор в кавычках, понятное дело. Но его до сих пор мне постоянно упоминают. Вот как только выписан тортюв, мне как минимум человек пять подойдёт и спросит, как там шорты, ты влезешь сюда? Как ты влезешь сюда? Что сегодня? А как? Влазишь ты в них? Я говорю, пожалуйста, отстаньте. Всё, хорошо уже. Я на них, они на них пока сидят. В каждой профессии есть какие-то устоявшиеся приметы. Ну, например, врачам или милиционерам нельзя желать хорошего дежурства. А есть ли у актёров приметы и в какие веришь лично ты сам? Самое распространённое это когда у тебя падает текст пьесы, нужно сесть на него. Потому что если ты это не сделаешь, то ты забудешь текст на сцене. Вот это я прям практикую. Это всё это дело. Есть такой страх. Думаешь, после тортюфа особенно, лучше сесть. Одна примета это, если ты в районе сцены находишь гвоздь, то это значит, что тебе скоро дадут новую роль. Но я если вижу гвоздь, честно, я его отшвыриваю ногой уже, потому что, в принципе, я не люблю работать. Честно. И особенно, когда, допустим, этот гвоздь тебе находится, знаешь, в середине сезона, либо в конце, когда ты уже очень устал, и ты понимаешь, что судьба, спасибо за возможность, но нет, ни в этом сезоне гвоздь поднимать не буду, поэтому я прохожу мимо. Ещё есть, знаешь, мистический есть такой, но я никогда, как бы, и дай бог, я не узнаю, правда это или нет, но когда, допустим, в зале, если появляется птица, либо летучая мышь, это к смерти. Вот это, знаешь, один раз было такое. Было. Да. И ты не знаешь, какая пауза повисла, и птица летает, и все такие, ну всё, кто-то из нас скоро уйдёт, поэтому, ну все живы. Да, да. В прерывах между актами зрители делятся на три категории. На те, кто стоит в очереди в туалет, на те, кто стоит в очереди за коньяком, и на те, кто вообще уходит из театра. А что делают актёры во время антракта? Зачастую курят. Идут в курилку, в которой можно покурить и спокойно обсудить, как прошёл вообще первый акт. То есть, они говорят друг другу хорошо ли, плохо, либо там вообще, может, не вышло сегодня, либо они обсуждают, иногда зрители обсуждают, это тоже мы это делаем, поэтому, ребят, мы за вами следим. Если вы думаете, что у нас четвёртая стена, и мы вас не видим, поверьте, мы вас видим. Особенно, если вдруг у кого-то заиграл телефон, это первое, что будут обсуждать в курилке во время антракта. Это был следующий вопрос, что разражает актёра, ну, хорошо. Плюс ещё, если, допустим, кто-то ест во время спектакля, такое бывает. То есть, они, знаешь, достают какие-то там пакетики, буквально как в поезде, очень благо, что хотя бы там яйца не разбивают, но вот это вот чаще что-то конфеты какие-то не едят. Вот это, конечно, любят обсудить. Ну и, наверное, настраиваются на второй акт. То есть, они уже как-то там разбредаются. есть такое, что вы суетитесь, там повторяете тексты. Особенно, если премьера, если, допустим, премьера и момент репетиции, то есть, репетиционный этот момент был не очень большой, допустим, что-то не успели дорепетировать, допустим, либо какие-то элементы костюма пришиты были в самый последний момент, и ты как бы не до конца с ними ещё понимаешь, как работать. Поэтому в антракте ты что-то перепроверяешь, проверяешь свой реквизит, там ли он лежит, и готовишься, и выходишь, что второй акт пошёл хорошо. Случалось ли такое, что актёры отыгрывают, допустим, влюблённую пару из спектакля в спектакль, и чувства перерастают уже в реальную жизнь? Да. Грустно сказал он. Безусловно, это есть, потому что зрители любят, когда между актёром есть химия. Безусловно, это цепляет. Когда они видят, что актёры ненавидят друг друга, и они пытаются делать, что я так тебя люблю, то есть это сразу считывается, и никто верить этому не будет. Ну, а химия появляется на сцене между актёрами, и зачастую она перетекает и в жизнь. Но, конечно же, ты себя тормозишь, потому что очень многие уже замужем и женаты. Понятное дело, что не всегда ты играешь со своим мужем либо с женой, то есть ты же играешь с другими актёрами, актрисами, то ты себя немножко приостанавливаешь. Может быть, кто-то и не приостанавливает, честно, Настя, я не знаю, как говорится, свечку не держал, но не исключаю такие моменты, что бывали случаи, когда уже, скажем так, замужние женатые люди, играя на сцене, влюблялись в своих партнёров и уходили из семьи и возводили новую семью уже с этими людьми. Такое тоже бывает. В нашем Могилёвском драматическом театре. Да, ты хочешь, что я поняли, сейчас перечислю. Нет, не надо. Как реагируешь на критику, свой адрес, есть ли вообще у тебя хейтеры, ну и узнают ли в принципе люди тебя на улицах и либо только на сцене театра. По поводу хейта. Я в свою очередь когда-то давным-давно для себя уяснил несколько вещей. Первое. Искусство равно вкусовщина. К сожалению или к счастью, но это действительно так. Если мы с тобой, допустим, поедем в Париж и зайдём в Лувр и посмотрим на Мону Лизу, возможно, нам она понравится, но кто-то с нами будет стоять рядом и говорить, ну, ребят, там горизонт завален, там что-то разное, вот эти линии, я не понимаю, ну, это просто картинка какая-то маленькая, улыбка понятная, нет там никакой загадки. Поэтому я спокойно отношусь к тому, если вдруг я читаю там критиков либо обычные там записи в Инстаграме, что люди пишут, что ой, спектакль обо что, не понравилось там музыкальное сопровождение либо костюмы им не нравятся, актёры играют как-то плохо. Я как бы спокойно это к нам же отношусь, потому что, прямо это ваше мнение, ну, возможно, просто это не ваш спектакль, бывает такое, потому что иногда ты работаешь над каким-то спектаклем, ты думаешь, что всё, вот это шедевр, знаешь, там как бы всё сошлось, и режиссёр, и драматический материал, и актёры хорошие, и ты ожидаешь, что сейчас просто на тебя польётся волна вот этого любви и обожания, но потом ты читаешь, и люди говорят, что это же невозможно, какое-то схватение, ты читаешь, сидел, и думаешь, когда я уже уйду домой, и есть спектакль, наоборот, ты понимаешь, что это просто антипризы, невероятные, то есть как бы там вот пришли, встретились, поцеловались, разошлись, но зрители там выпрыгивают из кресел, кричат, а вот это шедевр, ты просто не понимаешь, как бы, поэтому, окей, вы можете говорить всё, что угодно, поэтому нету никакого переживания, страха, то есть иногда, конечно, становится неприятно, в плане, если, допустим, говорят лично про тебя, ты иногда можешь как бы загнаться, но тоже я, как бы, мне кажется, с возрастом уже от этого отказываюсь, потому что, ну, окей, ну, написали вы мне, что я там криво стою, либо, не знаю, там, потолстел я там ещё что-то, ну, окей, я приму это, я вас выслушал, возможно, и снова на день нету, возможно, вам нужно было это выговориться, чтобы вам самим стало легче, окей, я это понимаю и это не осуждаю, плюс, мне кажется, зачастую вот эти вот все критические моменты, они могут погубить, знаешь, желание в тебе, и тут тоже нужно понимать, остановиться и сказать себе, что нет, я это делаю для себя, то есть мне в этот момент было кайфово, я получил удовольствие, я получил какую-то маленькую либо большую часть аплодисментов лично мне, и мне от этого хорошо, и я как бы понимаю, и даже сейчас, когда я чем бы я ни занимался, я всегда говорю себе, что есть человек, который сделал, человек, который не решился, и вот тебе нужно понять, какую грань ты выберешь, и это абсолютно два разных человека, то есть как бы лучше сделать, пустить в свет вот этот свой продукт, и пускай он уже идет, и ты понимаешь, что ты затратился, ты сделал, в принципе, тебе нормально, по поводу узнают ли, да, это, конечно же, приятно, но в то же время иногда они это делают не очень подходящий момент, особенно когда ты стоишь, допустим, в магазине выбираешь туалетную бумагу, и там кто-то к тебе подходит, буквально, это вот пару дней назад было, я вообще не понимаю, что хочет от меня эта женщина, она говорит, я вас видела, я думаю, где, окей, а, потом понимаешь, что она при театре, я говорю, да, спасибо, я хочу взять эту бумагу, она мне постоянно, ну, вот расскажите, как вы вот это вот проживаете, а как вы вот это вот учите, я думаю, ну, пожалуйста, ради всего святого, если сейчас заберут вот эту бумагу по скидке, и я не успею схватить ее, я не знаю, что с тобой сделаю женщина, поэтому как бы ты говоришь, да, да, конечно, общаешься, но в то же время как бы держишь дистанцию, потому что бывают прям такие вот настырные люди, которые не существует интимного пространства у них, то есть они прям тебе, понимаешь, как друзья, как родственники, они прям могут зайти и тебя обнять, давайте с нами фотографируемся, и ты как бы говоришь, да-да, но давайте все-таки как бы, мало ли, что еще. Но в целом ты готов сфотографироваться? Да, то есть у меня к этому нету. Поклонниками, фанатами. Я об этом даже не думаю, что, ой, я, наверное, сейчас выгляжу не очень хорошо, и вы сейчас сфоткайте и разместите у себя там сториз, а я там, понимаешь, либо меня там обсыпало лицо, стекает, а потом я думаю, ну человек-то приятный этот момент, ему вообще плевать, как я выгляжу, но он выложит у себя в сети, ему скажут, о, супер, либо кто-то после этого, наоборот, подпишет еще на меня, еще кто-то узнает о театре, поэтому я думаю, была не была. Скажи честно, ощущал ли когда-то симптомы звездной болезни? Настя, я приехал в студию на 24-м автобусе. Как ты думаешь, есть ли у меня звездная болезнь? Наверное, нет. Нет, безусловно, как человек рефлексирующий, я задавался этим вопросом, как я отреагирую, если вдруг слава польется на тебя. Мы все понимаем, что рано или поздно мы все должны пройти испытания огнем, водой, медными трубами, и я думаю, вот когда эти медные трубы зазвучат в моей жизни, что случится? Пока не зазвучали. Нет, пока нет, может и к счастью. Но я думаю, учитывая, что я водолей, учитывая, что я единственный любимый ребенок в семье, учитывая, что я еще эгоист, я думаю, флягу отнесет конкретно. Когда случится какая-то популярность, такая внезапная, я понимаю, что все-таки, наверное, в какой-то момент я немножко, знаешь, оторвусь от земли и уже буду ходить, цепляя носом люстры. Но я очень надеюсь, что этот период будет недолгий, то есть я пойму, что нужно опуститься на землю и быть человеком, каким я был до того, как эта слава пришла. Если вдруг этого не произойдет, Настя, ты мне этот кусок вырежешь и пришлешь в личку, чтобы меня он отозлил. Если ты меня не заблокируешь во время очередного приступа. Профессия актера это достаточно эмоциональная, экспрессивная работа. И вот случались ли у тебя лично такие моменты, когда ты понимаешь, что все, я больше не могу, у меня выгорание, у меня депрессия, я не хочу идти на сцену, я не могу включиться в роль, надо уходить либо как-то выходить из этого состояния. Зачастую это бывает, наверное, когда идет вот Март Контакт, проходит этот фестиваль, потому что это очень давит, потому что зачастую у тебя какие-то репетиции, у тебя молодая режиссура, то есть ты ходишь еще параллельно этому, ты должен посетить все спектакли, потому что к тебе приезжают гости, посмотреть, как работают вообще коллеги твои из других театров. И то есть ты целый день с 7 до 10, до 11 вечера ты в театре, ты вот крутишься всю эту неделю, и тебя это выматывает. И там прям понимаешь, что ты уже так сыт искусством, что ты уже даже дома не смотришь ничего, ни сериалы, даже Инстаграм не листаешь, потому что ты уже просто не можешь от потока информации, которая к тебе пришла и которую ты пропустил, ты понимаешь, что все, стоп. И зачастую мы берем там какой-то 2-3 дня выходных, когда мы даже не общаемся ни с кем из театра, мы просто сидим дома либо спим, ну как бы, чтобы, знаешь, перезагрузиться. Поэтому как бы такие моменты, да. А так в течение года, в течение сезона ну как-то не происходит такого прям сильного выгорания, потому что иногда у тебя бывает там 5 спектаклей в неделю, иногда бывает один, то есть там как афиша составлена. Поэтому в принципе здесь как бы не особо она приграет. Плюс репетиции, это же всегда очень веселый процесс, то есть как бы там нету, знаешь, повторяющегося дня, то есть там зачастую каждый новый день, это значит новая история, это новые какие-то приколы, это какие-то шутки, смех, поэтому в принципе тут к этому вопросу нет. Вот при всяком случае выгорание такого прям, знаешь, тяжелого, как зачастую у многих сейчас наших актеров, либо у всех, у всех молодых, как у твоего поколения детей, они как бы, я смотрю, как-то очень часто выгорают. Мое поколение, да, 30 плюс, оно как-то еще держится. Мы, наверное, просто пока не знакомы с этим даже термином, поэтому мы привыкли работать и не жаловаться. Максим, мир театра и кино, в чем существенная разница и если бы тебя все-таки пригласили сняться в каком-либо фильме или сериале, согласился? Нет, наверное, врать не буду, потому что я не очень люблю все эти вещи и плюс я не достаточно мобильный в этом плане, потому что кино, нужно знать текст, прям ты приходишь и снимаешься, кто же не будет тебе делать там 50 дублей, знаешь, ожидая, когда ты выучишь текст и как правильно ты будешь существовать. То есть там очень мало репетиций. То есть ты приходишь, ты работаешь, то есть там уже прям очень быстро все, это не моя модель существования в этом искусстве. Театр мне нравится больше, потому что ты понимаешь, что у тебя есть репетиции, ты можешь ошибаться на них, ты можешь как бы накапливать этот опыт и уже когда ты выходишь играть на сцену в премьеру, ты понимаешь, что у тебя все спокойно и все собрано. А в кино этого нету, хотя кино тоже, понятное дело, что там проще в другом плане, что если вдруг что-то не получится, они переснимут и выйдет самое лучшее, то есть там нету какого-то прям определенного позора. Да, в театре такого не сделаешь. Там прямой эфир как бы в театре, ты выходишь и работаешь. А кино все-таки в этом плане оно более безопасно. Но как-то никогда мне душа к нему не лежала. Зачастую мне пишут агенты, приглашают там сняться либо в рекламе, либо в каком-то сериале, либо в кино. Я отказываюсь, потому что, честно, мне лень, потому что зачастую им нужно записать визитку и отправить к визитке там вот такой перечень вопросов. Я читаю и понимаю, что я не хочу это делать, честно. Я пишу им уже просто буквально говорю, извините, но нет. Они, конечно, в шоке, потому что они предлагают тебе вариант, ну, как бы, давай, что тут уже, тебя даже нашли, причем, знаешь, ты ходил, по пороге обивала, тебя нашли. Но я говорю, что нет, ребят, я это не хочу, может, я об этом пожалею когда-то. Ну и напоследок, что бы ты пожелал людям, которые хотят прийти в профессию актера? Если это реально ваша мечта, и если вы горите этой профессией, и вам все равно сколько вы будете зарабатывать, либо как много вы будете участвовать в проектах, будет ли у вас слава это, или наоборот, вы ничего не получите, допустим, то есть вы хотите просто заниматься этим делом, то я желаю вам идти, поступать, учиться и работать, потому что жизнь одна, жизнь краковременна, и лучше попробовать, чем потом, знаете, лежа где-то в кресле, будучи стариком, либо старушкой, думать о том, что, а может быть, надо было все-таки рискнуть и пойти, и получить удовольствие от этого. Поэтому не слушайте никого, не слушайте, даже родителей не слушайте. Если у вас лежит к этому душа, то поступайте и учитесь. Во всяком случае, если вдруг в процессе вы поймете, что это не ваше, ну, вы можете изменить профессию, и мы живем в свободном государстве, поэтому если у вас что-то есть, можете перейти, не нравится, бросить, получить что-то новое. Плюс ваше поколение это так делает, мое поколение так не делало, мое поколение получало одну профессию и шло до конца в ней. Поэтому если хотите, то безусловно идите боритесь за свою мечту и пусть у вас все получится и может быть с кем-то из вас мы еще поработаем на одной сцене. Но на этом мы еще не заканчиваем. Максим, у меня есть для тебя творческое задание. Я подготовила для тебя всем известное стихотворение и каждый абзац ты должен будешь прочитать на вот ту камеру, вот ту, для наших зрителей, точнее прочитать и отыграть в различных вариациях. Ты готов? Да. Актерские курсы от Максима Чернюка. Как сделать, мне нужно. Следующий отрывок ты должен изобразить как Ромео, который объясняется в любви Джульетте. Ну тебе, наверное, да? Мне. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь ини зеленеет, и речка подо мной блестит. Следующий отрывок ты должен зачитать как учитель, ведущий урок. Моя любимая. Вся комната янтарным блеском озарена. Повторяю. Вся комната янтарным блеском Иванова, я вижу, что ты спешиваешь. Озарена. Веселым треском трещит затопленная печь. Конец предложения. Повторяю. Веселым треском Иванова, я до сих пор вижу, трещит затопленная печь. С новой строки. Приятно думать у лежанки, но знаешь, двоеточие, не велеть ли в санке кобылку бурую запречь. Ничего смешного в слове кобылка нет у Иванова. Но знаешь, не велеть ли в санке кобылку бурую запречь. Вопросительный знак. И последнее. Зачитай отрывок как хороший знакомый, рассказывающий другу анекдот. Зачастую они не успевают даже сказать, они просто смеются. Скользя по утреннему сне, вот тиши, тиши. Друг милый, готовы? Предадимся бегу нетерпеливого коня и ненависти. Поля пустые, леса недавно столь густые и берег, и берег. Милый для меня. Шутка была. А ты сидишь с таким лицом и думаешь, господи. Это ж вообще не весь ларине смешно. Все, спасибо всем вам. Приходите в театр. Люблю, обнимаю. Пока-пока.